Еще с незапамятных времен отдельную страницу в истории Киева занимали кладбище. Начиная с дохристианской эпохи, в городе по сей день находят различные курганы, захоронения. А сколько уже вполне традиционных кладбищ когда-то находилось на территории Киева, можно только гадать. Тем не менее, даже сегодня в современном мегаполисе существует около 40 некрополей, большая часть из которых давно закрыта для массовых захоронений. Но мы, жители и гости города, привыкли слышать только о самых крупных, известных кладбищах. С вами Кожан, в новом путешествии по Киеву, и я готов поспорить, что некоторые из вас даже не догадываются, что ежедневно проходят или даже живут на месте бывшего кладбища. В этом репортаже мы посетим самые забытые и исчезающие кладбища Киева, которых может не стать буквально через несколько лет, а также покажем, как сегодня идет жизнь на месте древних погостов. Погребение под землей – невероятно древняя традиция, которую мы унаследовали от предков, живших десятки и сотни тысяч лет назад. Отчасти она обусловлена эпидемиями болезней. Конечно, в мире не придерживались единого обычая. Например, у язычников на Руси упоминаются обряды кремации, при этом без закапывания останков под землю. Прах человека могли поместить в специальный горшок, после чего ставили у деревянного столба, или же даже на столбе. А кладбища в современном понимании пришли к нам уже с появлением христианства. Сначала людей хоронили в стенах церквей, но население стремительно возрастало, и традиция стала доступна только высшим слоям общества. Для большинства же были обустроены кладбища в церковных дворах, которые и прослужат единственным местом погребений еще долгое время. Но с темпами роста населения окажется недостаточно и этого. Некрополи начинают возникать во многих других местах, и особенно с 17 века. Примерно тогда и образовались кладбища в привычном для нас виде. Чтобы отыскать остатки былых эпох, мы отправляемся на старинные высоты в Шевченковском районе города. Здесь находится заброшенное Кирилловское кладбище. Предполагают, что оно появилось еще в конце 18 века, а свое название получило отрядом находящегося Кирилловского монастыря. Хотя упоминается, что погост при монастыре существовал и намного раньше, в основном для духовенства. Тогда же, в конце 18 века, на территории церкви создают дом инвалидов, который в 1806 году реорганизовывают в психиатрическую лечебницу. Кладбище значительно расширяется за счет погребения пациентов в больнице, а также других слоев населения, до полного его закрытия уже в 1929 году. С тех пор, уже почти как век, остатки старинного кладбища постепенно исчезают среди трав и зарослей Кирилловской рощи. От Кирилловского кладбища сегодня осталось очень мало. Вот такие остатки металлических крестов. Здесь вообще крест как будто бы оторванный. Осталось только его основание металлическое. Вон там более сохраненный остался. Тут даже можно понять дату захоронения. Это захоронение 1923 года. То есть уже, можно сказать, что 100 лет этой могилке. Главная достопримечательность кладбища сегодня – это склеп Качковских, где похоронены Петр Размович Качковский, киевский врач-хирург и доктор медицины, и его младший брат Антон, погибший в студенческие годы. Склеп датируется 1909 годом и сейчас также находится в разрухе и запустении. В некоторых местах еще по табличкам что-то можно понять, но уже еле заметны старые надписи, выгоревшая, выцвевшая краска. И, соответственно, сюда давно уже никто не приходит и наверняка даже не догадываются об этом. Ну, тут можно понять, что человека звали Константин и родился он то ли в 1911, то ли в 1811. Вот сложно тут это обозначить. Дата захоронения здесь уже неизвестна. Вот рядом также какая-то металлическая, очевидно, погребальная конструкция. Тоже имеет почему-то помятый заостренный конец, то ли как будто бы это просто обрезали какими-то плоскогубцами, то ли, я не знаю. Но вот, как видите, от него подходит металлическая планка. А, смотри, это остатки забора. От него отходит металлическая планка. Вот она. И идет дальше, и вот здесь уже заканчивается. То есть это остатки одного из похоронных участков. Нашли очередную плитку. Здесь она тоже довольно громоздкая, с торчащей арматурой, бетонная, но тоже видно, что очень старая, уже зацвевшая. Ну, в общем, основные захоронения здесь находятся вдоль пешеходных тропинок, вдоль дорог и на склонах. Даже здесь рядом тоже мы видим какой-то камень, торчащий со склона. Очевидно, тоже остаток кладбища. Кроме того, стоит отметить, что в старину рядом с Кирилловским находилось и большое еврейское кладбище, которое было полностью разрушено большевиками. Сейчас несколько уцелевших плиток собраны на небольшом участке в парке. Спустившись вниз по безлюдным тропам, мы выходим на улицу Кирилловскую, по которой нам предстоит путь на восток, чтобы увидеть следующее уникальное место – Иорданское кладбище. Первое упоминание об Иорданском кладбище относит еще к 17 веку, а название закономерно связывают с находящимся рядом женским монастырем Николая Иорданского. Хотя некоторые утверждают, что захоронения здесь могли возникнуть еще в 13 веке, после монголо-татарского нашествия на Русь. Но в любом случае, это кладбище считают одним из древнейших, которые сохранились на территории Киева. Уже в 1935 году, когда здание монастыря было разрушено, закрыли и кладбище. С тех пор, некогда большой некрополь стал бесхозным и десятилетиями приходил в упадок. Сегодня последние его остатки находятся на одном из склонов Юрковицы между Татаркой и улицей Кирилловской. Сначала мы выбрали не самое удачное место для подъема и по крутой горной дороге со следами собак и обломками старого камня вышли на саму гору Юрковицу. Но и это не стало преградой на нашем пути. Так и поднялись, и так и нашли кладбище. Правда, немножко промахнулись с вершиной. Мы поднялись на Юрковицу. Поднялись слишком высоко. Но тем не менее, мы его уже видим, а значит, мы к нему сейчас доберемся. удачно и даже на удивление без единого падения мы спустились на кладбище. Оно очень небольшое по площади, по крайней мере, на сегодняшний день. Некоторые таблички, кстати, вот, например, очень необычной формы табличка в форме такого свитка. Она уже, конечно, поддалась коррозии. И, к сожалению, уже мы не видим имена, даты. Но, тем не менее, где-то до сих пор эти имена и даты присутствуют. Например, вот здесь. Захоронение 1916 года. И, соответственно, еще оригинальная плитка и оригинальная сохранившаяся надпись. Частично на кладбище существуют и вполне современные деревянные крестики. Вот они и здесь, и там. С другой стороны также существует подход к кладбищу. И здесь просматриваются остатки старинного камня. Остатки дороги и ступенек на это Иорданское кладбище. Такие захолустные тропы сегодня выводят к этому некрополю. Наверное, человеку, который ни разу здесь не бывал, даже, пользуясь картой, очень сложно будет их найти. И нужно будет, как и мы, перепробовать несколько вариантов, по крайней мере, чтобы туда добраться. А на этой минуте нашего репортажа вы наверняка удивитесь, так как сейчас мы находимся в обыкновенном Боцеду. Ботанический сад имени Николая Гришка на Печерске основан в 1935 году и является одним из популярнейших мест для отдыха киевлян. Но все ли посетители знают, что эта уютная территория находится на месте сразу нескольких старинных кладбищ? Их остатки мы сможем отыскать даже сегодня. Первым кладбищем в ходе нашего нетривиального визита стало Выдубицкое. Своим названием оно обязано Выдубицкому монастырю, который еще с 11 века существует здесь. Примерно в то же время возле храма возник первый погост, и только в 18 веке, когда места для захоронения почти не оставалось, на холме в саду отвели участок для погребений монахов, а вскоре и крестьян. Только в 1920-е кладбище было закрыто и со временем уничтожено практически полностью. Но и по сей день здесь можно найти несколько старинных захоронений, которые удалось восстановить. Сейчас они расположены на территории Выдубицкого монастыря. Среди них, например, склеп Николая Лилявского, известного гидролога, могила Евгения Афанасьева, доктора медицины, могила Владимира Беца, ученого-анатома, а также других выдающихся киевлян царской эпохи. К слову, именно на Выдубицком кладбище похоронены знаменитые украинские меценаты Богдан и Варвара Ханенки. Но еще небольшая часть кладбища сохранилась действительно на одном из участков ботанического сада. Это буквально пара крестов, естественно, уже без всяких опознавательных знаков, и разрушенная каменная оградка. Если подняться выше по одной из аллей, перед глазами начнут открываться остатки другого кладбища. Это уже сугубо монастырские захоронения, которые осуществлялись при Троицком Ионинском монастыре. Церковь стоит рядом еще с XIX века, соответственно, и это небольшое кладбище имеет довольно древнюю историю. Оно, как и монастырь, возникло здесь еще в составе села Зверинец, которое в царскую эпоху находилось на этом месте. А дорога, ведущая от него к упомянутому Выдубицкому, когда-то была полноценной жилой улицей и носила название Выдубицкое. Но и даже на этом список ботанических некрополей не заканчивается. Ведь одним из самых больших и знаковых кладбищ здесь было Старое Еврейское. Оно находилось немного южнее от центрального входа в сад. Дорога, которая и по сей день ведет к нему, в былые времена называлась улицей Еврейско-Кладбищенской. Ну а сегодня на месте кладбища практически невозможно найти что-либо напоминающее о нем. И только предварительно изучив его, в редких местах все же можно увидеть последние остатки надгробных плиток. Помимо всего прочего, старые карты и документы говорят о том, что по соседству с еврейским здесь находилось и турецкое кладбище, где хоронили пленных турков, которые появились в Киеве после войны 1877 и 1878 годов. Но его история уже утрачена окончательно. Дальше на юг, уже за территорией сада, ведут небольшие улочки частного сектора. В их глуби, на краю крутого склона, смотрящего на железнодорожное шоссе, находится очередной забытый некрополь. Это последние остатки госпитального кладбища, которое когда-то было довольно большим и занимало значительную часть холма, в основном на месте нынешних жилых участков. Его истории уже больше 140 лет. Еще в феврале 1878 года почти 5 гектаров земли отвели для погребения военных, умерших в госпитале. Как и уже упомянутое турецкое, оно быстро заполнилось благодаря военному конфликту. Местность, где она находится, зовут Верхней Теличкой, а в былые времена к нему вела улица Военно- Кладбищенская. Ну а сегодня от старого кладбища осталось несколько могил, преимущественно первой половины 20 века, и даже старые деревянные кресты, что уже практически не встретишь на Киевском правобережье, особенно в столь приближенных к центру местностях. Единственный современный памятник здесь это Болгарский крест, мемориальная табличка, на котором гласит, что он установлен в честь воинов, погибших за независимость Болгарии от Османской империи. Но большинство публицистов и историков в повествовании о старых кладбищах Киева часто забывают упомянуть периферию города, ведь сегодня он не ограничивается только центральной частью, и как известно, за последние хотя бы сто лет Киев значительно расширил свои границы, поглотив себя множество поселений. Практически в каждом селе или даже хуторе было свое кладбище. Именно на их поиски мы отправимся в глубины спальных районов в левобережье. Вот, например, с виду обычный сквер возле поликлиники на левобережном массиве. И казалось бы, что может быть безобиднее такого пейзажа? Но история с этим не согласна, ведь здесь еще задолго до постройки массива находился большой некрополь, который считался одним из древнейших на левом берегу Киева. Это кладбище села Никольская Слободка. Еще полвека назад оно являлось вполне действующим, но в середине 70-х вместе с застройкой массива его вынужденно ликвидировали. Слободским жителям и коммунальщикам дали две недели, чтобы перехоронить родственников на новом, лесном кладбище. Естественно, руки дошли не до всех погребений и оставшиеся могилы просто утонули в 5-метровом слое строительного песка. Так могла бы и закончиться его история, но аж через 40 лет кладбище о себе напомнит. В апреле 2015 года, во время проложения теплотрассы, здесь были найдены его остатки, а именно два надгробных камня и мемориальная табличка в честь погибших жителей села во время авианалета со времен Второй мировой войны. И вот с тех пор старинные камни так и остались стоять на месте сквера, как воспоминания о прошлом. Но куда более жуткая и мрачная история приключилась с кладбищем в соседнем селе Воскресенская Слободка. Оно существовало как минимум с 18 века и фактически начало его закрытия было аналогичным. Застройка массива перенос сохранившихся могил на ближайшее кладбище. Но вот остальные уже бесхозные захоронения застройщики не просто засыпали, а сгребли бульдозером в одну большую кучу, образовав такой себе курган. Поначалу как бы планировалось разрыть этот холм и вывести останки, но в итоге равнодушие победило. Пригорок находится тут и по сей день, и уже с первых лет существования стал излюбленным местом для прогулок у детей. Зимой, например, здесь съезжают на санках. Но вот поколения, выросшие на воскресенке пораньше, еще могут припомнить, как находили на холме кости и остатки старинных могил. сегодня самое крупное и действующее кладбище Левобережья Лесное, открытое в 1970 году. Туда мы отправляемся, чтобы найти те самые перенесенные захоронения с ныне исчезнувших кладбищ. Переносимся на лесное кладбище и вот мы сейчас стоим как раз возле того самого 75-го перенесенного с села Никольская Слободка участка. Его очень несложно определить. Здесь сразу же видны захоронения вот например 1950-х годов даже 1930-х годов вот захоронения 1936-го года при том, что лесное кладбище открылось только в 1970-м соответственно можно утверждать, что эти захоронения были перенесены. Углубляемся дальше в Никольско-Слободской участок стабильно видим захоронения 1960-х 1940-х стабильно видим захоронения людей рожденных еще глубоко в 19-м веке что в принципе вряд ли уже было бы заправило на таком относительно новом кладбище. А вот мы видим первое захоронение 1920-х 1920-го года. Поэтому можно с уверенностью уже утверждать, что этот участок был однозначно перенесен и изначально все эти могилки находились на кладбище села Никольская Слободка. Там, где сейчас находится поликлиника. Где-то просматриваются остатки разрушенных камней, по всей видимости тоже надгробных плиток. Также бросается в глаза на этом участке очень много повторяющихся фамилий. Идут буквально целый ряд чуть ли не одна фамилия, что еще раз говорит про то, что действительно это все были жители одного села. Одного села, возможно, одних кутков, одних улиц. Это были соседи, которые когда-то жили в обычном селе Никольская Слободка. Еще одно примечательное место на лесном кладбище это 63-й его участок. Его еще называют Выгуровским участком или Хуторским, так как именно на этот участок перенесли когда-то кладбище села Выгуровщина, которое находилось на кутке Хутор. В общем-то на Выгуровщине было два кладбища. Одно сохранилось до сих пор в частном секторе, а второе, к сожалению, перенесли ради застройки жилого массива. Это кладбище далеко переносить не пришлось. В принципе, Выгуровщина находится в относительной близости отсюда. Также очень старые кресты, уже состёршимися неряшливыми надписями. Здесь также каких-то очень древних захоронений ожидать не следует, так как оно было перенесено даже немножко позже, в 1981 году. Но как-никак вот захоронения 1940-х здесь видны отчётливо, даже 1930-х. мы на них непроизвольно натыкаемся. Также старое захоронение людей с фамилией Мегашко. Это очень интересно, потому что как раз один из кутков села Выгуровщина назывался Мегашкив. То есть там скорее всего жили представители этого рода Мегашко. Он был, этот куток был соседним кстати с хутором, на котором находилось это кладбище. Поэтому теперь у меня не возникает ни единого сомнения, что действительно это Выгуровское перенесённое кладбище. Ну тут конечно с этой фамилией абсолютно какое-то невероятное количество. тут добрая половина этого участка с одной и той же фамилией Мегашко. Мегашко, Мегашко. Ну конечно я утрирую насчёт половины, но очень много очень много и очень много других также повторяющихся фамилий. А сейчас я стою на 74 участке лесного кладбища. Он также является одним из самых старых здесь. И здесь я тоже вижу старые захоронения, но в данном случае я не могу понять откуда они были перенесены. Это также могут быть перенесённые с окрестных сёл Левобережных, возможно даже каких-либо других. Но про этот участок я информации к сожалению не нашёл. Что бросается в глаза этот вот 74 участок очень сильно запущенный и действительно малолюдный. на предыдущих я хотя бы видел единичных посетителей, то здесь я не вижу никого и здесь очень много поваленных крестов, поваленных надгробных плиток, всё заросшее в каких-то кустарниках, в деревьях. но остались ли на левобережье полностью заброшенное кладбище, которое ещё не успели ни окончательно разрушить, ни перенести? Определённо да, по крайней мере одно, и существует оно в совершенно неожиданном месте. неподалёку от шумных автострад, станций метро и торговых центров, чудом сохранилось до наших дней кладбище старого села Осокорки. Оно прослеживается ещё на дореволюционных картах и фактически находится в историческом центре села. Раньше оно, конечно же, было больше по площади, а рядом с ним стояла древняя сельская церковь. После Второй мировой войны здесь также могли хоронить узников Дарницкого концлагеря, в числе которых были и поляки. Возле Осокорковского кладбища перед нами открывается довольно неожиданное зрелище, потому что мы здесь были по крайней мере год назад и несколько месяцев назад и оно было полностью заросшее, полностью здесь было продолжение забора, ну, либо же здесь какие-то были насаждения, ну, в общем, его было практически не видно, оно было все в зарослях, оно было все в каких-то кустарниках, на данный момент оно расчищено, такая его дальнейшая судьба, мы не знаем. Вид кладбища с недавнего времени, конечно, совершенно преобразился, очень сильно контрастирует сегодня с построенными рядом многоэтажками, из их окон это кладбище видно полностью, рядом также стоят дома частного сектора, некогда села Осокорки по бокам, еще до постройки вот этого большого забора высокого видны остатки старой ограды, довольно большое, кстати, деревянных крестов, они такие толстые и при этом совершенно невысокие, толстые вековые деревья здесь спилены, неизвестно с какой целью, на некоторых участках уже настолько буйствовала природа, проросли деревья, причем настолько они сильно уже укоренились в эту ограду, в это кладбище, что их очень сложно было спилить, очень сложно было от них избавиться, даже здесь просто невероятно, дерево прямо вросло в крест, остается загадкой, как его спиливали и зачем, на этом наше путешествие и подходит к концу, а памятники истории, как и на протяжении долгих лет, уходят все дальше в небытие, о существовании этих мест забыли все, и они, безразличное большинству, брошены на произвол судьбы. В таком жутковатом зрелище играют роль разные факторы, многолетняя коррупция, общий уровень культуры и образования. Но где же еще, если не именно здесь начинается настоящая история города, лишенная любых обложек и статусов. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова